МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Сегодня в нашем выпуске. Без лицензии. В Чебоксарах таксисты-нелегалы попались на перевозке пассажиров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мечтай, планируй, действуй. Сегодня стартовала неделя финансовой грамотности. Возраст, состояние души. В социальных центрах работают программы активного долголетия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с председателем Чувашской национально-культурной автономии Татарстана Дмитрием Самаренкиным. На встрече обсуждались вопросы деятельности агрофирмы Канаж Агра, учредителем которой является Казанский агрохолдинг. В частности, перспективы выращивания масличных культур в Чувашии. В ближайшее время пройдут специализированные семинары для наших аграриев по вопросам культивирования рапса и подсолнечника. Открытый диалог с молодежью. Сегодня Михаил Игнатьев встретился со студентами Чувашского государственного университета. Это уже третий вуз, который посещает глава республики. До этого он ответил на вопросы студентов Педагогического университета и Сельхозакадемии. Активисты Чувашского госуниверситета рассказали о достижениях в научной, профессиональной и волонтерской деятельности. Вуз сотрудничает с крупными предприятиями города, готовит молодые кадры, в том числе и для инженерной отрасли. Условия лабораторий позволяют студентам проводить научные изыскания, которые получают грантовую поддержку президента России. Университет очень динамично развивается. Эффективный университет, и федеральный центр, и федеральное министерство науки смотрит на вас очень внимательно, отслеживает все результаты научной деятельности, образовательной деятельности, для того, чтобы, если где-то какие-то проекты новые появляются, чтобы лучшие практики были внедрены. На встрече говорили о поддержке молодежи в республике, о перспективах развития нашего региона. Помимо беседы за круглым столом, Михаил Игнатьев оценил современные аудитории, ознакомился с учебным процессом будущих финансистов. Полную версию событий смотрите завтра в вечернем выпуске новостей. Сегодня, 17 апреля, в Чувашии прошел единый информационный день. Его тема – подготовка к весенним полевым работам, проведение экологических субботников, весеннего этапа Дня Дерева, работ по благоустройству населенных пунктов, подготовке к празднованию Дня Победы. Информационные группы выехали в наиболее отдаленные населенные пункты республики. Прошел прием граждан по личным вопросам. Подробнее расскажем в ближайшем информационном выпуске. Часовое знамение Победы. Эта всероссийская акция стартовала сегодня в пятый раз. В течение месяца школьники-чувашие будут нести караул у символа Великой Победы. Юно-армейцы Чувашской республики на торжественное мероприятие, посвященное открытию всероссийской акции «Часовое знамение Победы», построенное полковню Чехов. Здравия желаю, товарищи юно-армейцы! Здравия желаю, товарищи! Сегодня в строю кадеты юно-армейцы и курсанты детской полицейской академии. Они тренировались синхронно чеканить шаг, чтобы из рук ветеранов получить копии знамени Победы, которые советские воины водрузили 1 мая 45-го года над зданием Рейхстага в Берлине. Копии знамени они заберут в свои школы и будут нести в вахту памяти, а затем передадут в другие учебные заведения. Стоять длительное время неподвижно, непросто, но школьники знают ради чего. Прадед воевал на фронте. Он рассказывал, как они сидели в окопах, и там начал проезжать танк, и как там был выстрел, и все осколки полетели прямо в них. Моему прадеду попал это в грудь, и он жил лет 30 с этим осколком в груди. Воспоминания о том, как началась война, у многих ветеранов похожи. Только сдали выпускные экзамены в школе и погуляли на выпускном. Даже аттестата не успели получить. После войны получил аттестат после этого образования. На пути боя такое, чтобы вы всегда были на высоте, на высоте, учились хорошо. Акция будет продолжаться около месяца. За это время копии знамени Победы должны побывать в каждой школе. Я поздравляю вас сегодня с таким прекрасным событием, с вручением знамен. А наши боевые знамены, они врагу не сдаются. И теперь вам нести это знамя не только целый год, а теперь нести это знамя всю жизнь. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. По всей стране проходит неделя финансовой грамотности. Школьникам расскажут о том, что такое личный финансовый план, зачем нужно учиться считать доходы и расходы, как накопить на мечту из карманных денег и другие важные темы. Чуваши ежегодно активно участвуют во всероссийской акции. По всей республике с 17 по 24 апреля пройдут сотни самых разных мероприятий. Мои коллеги Галина Титарчук и Борис Андреев побывали на финансовый тренинг «Игре» и послушали вебинар в канажской школе номер 5. «Мечтай, планируй, действуй». На вебинаре легко и доступно объясняют сложные вещи. Как привлечь финансирование, грамотно составить бизнес-план, успешно вывести товар на рынок, чтобы о нем узнали потребители. Теория без практики – это рюкзак с учебниками по плаванию за спиной тонущего. Поэтому знания, полученные на вебинаре, тут же закрепляют и проигрывают. На примере нашего города родного, в котором мы живем, города Канаж, какое предпринимательское дело, какой бизнес можно организовать здесь, у нас. Идеи самые разные – от зоо-кафе и универсального магазина для садоводов до языкового центра для детей и пенсионеров. Курсы будут стоить у нас не так дорого. Это лучше, чем репетиторство. И ученики смогут пообщаться лично с учителями, если им что-то непонятно. Мы решили, наша группа, что мы сами будем преподавать этим, так как у нас есть очень хорошие ученики. И они согласны преподавать за небольшую зарплату. Основу финансовой грамотности закрепляем во время тренинга «Не в деньгах счастье». Игра выглядит как реальная жизненная стратегия. Выбор работы, смена профессии, покупка машины и квартиры, кредиты, вклады, страхование. Со всем этим приходится разбираться игрокам. Я беру 12 рублей и заработаю. Вот у них такие деньги. Но при этом у меня минус 3 части. У меня премия. 5 рублей и минус 1 части. Опять расходы. Постоянно расходы. Ты выбираешь одну из генера. Я работу выбираю. Опять расходы 2 рубля. Вы-ка внимательно смотрите. А у меня еще кредит. У меня кредит. У меня вот эти 2 рубля расхода. Еще 1 рубля расход. Может еще один кредит? Все как в жизни. Эта игра очень популярна сейчас. Даже проводятся целые турниры. Недавно один из них прошел в экономико-математической школе при экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. И на смене в первом всероссийском финансовом лагере в Подмосковье. Эффект от игры положительно оценивают и педагоги. Дети становятся более рассудительными. Уроки они не должны быть одноразовыми. Мне кажется, это приходит с опытом. И мы участвуем практически в каждой финансовой неделе. В нашей школе старшие классы традиционно охвачены профильным обучением. Это социально-гуманитарные и физико-математические классы. Поэтому вопросы финансовой грамотности, они актуальны. Они преподаются в этом курсе. И специалисты, я считаю, вполне подготовлены. В рамках недели финансовой грамотности 20 апреля пройдет интерактивный онлайн-квест в формате детективного расследования. А полную программу можно узнать в официальных соцсетях проекта и на сайте вашефинансы.рф. Галина Дитарчук, Борис Андреев, Республика. Катается без лицензии. Таксисты-нелегалы в Чебоксарах попались на перевозки пассажиров. Накануне участники Народного фронта вместе с ГИБДД проверили на честность местных перевозчиков. Какая из этих машин такси? Может, это красная Мазда? Или этот синий Ниссан? Даже экстрасенс не определит со стопроцентной вероятностью. Поэтому под видом пассажиров заказывали такси молодогвардейцы и ехали из точки А в точку Б. Нам нужно 28-ю школу на Ошмарина. А девушку вот там вот вы садите. Да, да, да. Подоставьте меня. Сколько с нас? Пожалуйста. На пути их следования караулил дорожный патруль. Водительские документы в порядке, а вот лицензии на перевозку у мужчины не оказалось. Перевозка осуществляете? Нет. Снакомы, да? Добрый день, девушки. Сейчас я к вам подойду с той стороны. Откуда едем, куда? С перекрестка. С перекрестка, да? Мы на Ошмарина едем, да, в школу 28-ю. Такси, да, вызвали? Да, такси мы вызвали. По телефону? Да, по телефону вызвали. Данное транспортное средство к вам подъехало? Да, подъехало транспортное средство. А плату производили? Да, мы все проплатили уже. Как? Наличными? Наличными проплатили, да. Теперь и бомбили, и его пассажирам придется провести в участке полиции не один час, давая показания и разъяснения. Нелегальному перевозчику грозит штраф минимум 3000 рублей. Статистика тоже не на стороне водителя. Порядка 60% всех аварий в России приходится как раз на нелегалов. За 2018 год на территории города Чебоксары с участием легкового такси всего было зарегистрировано 9 дорожных происшествий, в результате которых 14 человек у нас получили телесоповреждение. За отчетный период текущего года с участием легкового такси у нас зарегистрировано одно ДТП с материальным ущербом. Второй пассажир под прикрытием двигался от Мегастроя в сторону проспекта Мира. Такси он заказал онлайн. Машину патруль остановил на кольце у энергозапчасти. Здесь у водителя имелись и документы, и лицензия на перевозку. Мы извинились перед таксистом, перед водителем, который предоставил нам все правовые документы, в том числе и разрешение. Очень был удивлен о том, что впервые за целый год имел он это разрешение, впервые работники ГИБДД с нашим участием спросили разрешение на право перевозки пассажиров. Путь третьего такси с подставными пассажирами пролегал через пост ГАИ в Харкасах. Здесь водитель утверждал, что лицензия есть, только он ее забыл дома. Алло, мама, слушай, там лицензия, где у меня на машину такси? Позже документ все же нашелся. Водителю сделали замечание. Вообще, любой пассажир может потребовать у перевозчика лицензию и только после отправляться с ним в путь. В противном случае, есть риск попасть в опасную, незастрахованную ситуацию. Значит, водитель незастрахован. Значит, в случае совершения какого-то дорожно-транспорта и происшествия, значит, водитель, который перевозит, и пассажир, который понес то или иное, не дай бог, травму, конечно же, он не защищен. Ближе к майским праздникам таксисты активизируются. Но и народный контроль будет чаще проверять водителей на честность. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Республика готовится ко дню чувашского языка. К нему приурочено множество различных событий. В Национальной библиотеке Республики прошел четвертый конкурс народного творчества. Читали стихи, пели песни, ставили сказки. И все это на чувашском языке. В течение почти двух месяцев участники записывали себя на видео и отправляли работы. Более 1200 файлов пришло на почту организаторам конкурса. Причем возраст участников очень разный. Самым маленьким чтецам два года, взрослым 80 лет. Чувашский язык детям нужен. Свой родной язык надо знать. Это наше богатство. Башкортостан, Татарстан, Ульяновская и Саратовская области. В знании чувашского языка соревновались не только жители нашей республики, но и соседних регионов. Но больше всего участников именно из Чувашии. На премьер семья Селивановых из Батаревского района привезла музыкальный номер. В таких конкурсах мы часто участвуем. Жена у нас музыкант. Я помогаю им танцами. А дети наши помогают танцевать, плясать. Они, чтобы никогда не забыли чувашский язык и свою родину. Выразительность знания языка и правильное произношение – главные критерии оценки номеров. В итоге жюри выбрало лучших в 13 номинациях. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашском книжном издательстве вышла книга «Грани миров. Возвращение Чеменя». Автор Сергей Щербаков, имея в активе несколько научно-популярных изданий, впервые решился поработать в стиле исторического фэнтези. Старинный сундук, набитый вещами и вышивкой, изливал вокруг себя мерцающее свечение. Жрица-богиня Кибе, незлобный и мягко ворча, копалась в нем, перебирая различные одежды, наполненные старинной магической энергией. Книга Сергея Щербакова «Грани миров. Возвращение Чеменя» – плод коллективного труда, где собрано огромное количество материала, как исторического, так и выдуманного автором. Книга получилась многонациональной. Здесь есть американские персонажи, российские и чувашские. У каждой культуры, у каждого народа свой потусторонний мир. И те потусторонние миры, они являются как бы плодом их, эта культура. И они зависят от людей, живущих. Умирает культура, умирает этот народ, то умирает и тот потусторонний мир. И поэтому различные потусторонние миры, они борются за влияние, за ныне живущих. Кроме борьбы за власть, в книге есть любовь, страсти, интриги, предательство. Эта книга-приключения привлечет читателей всех возрастов, считают авторы. Я прочитала всю книгу за один вечер. Буквально это ушло часов в пять. Но те ощущения, которые она передает, те мысли, которые начинают петиться в голове, потому что она реально заставляет задуматься. Это во-первых. Во-вторых, она открывает для тебя новые грани. Анастасия Афанасьева принимала участие в написании первой части мистического произведения. Продолжение следует, заверила она. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. Рукодельничает, занимается скандинавской ходьбой и танцует. У 80-летней чебоксарки Луизы Юшковой нет ни минуты свободного времени. В чем секрет активного долголетия узнавала наша съемочная группа. Луиза Гордеевна показывает, как стильно носить бижутерию. Все эти бусы она смастерила дома сама. А здесь, в кружке рукоделия, вышивает картины шелковыми лентами. Два раза. Три не надо, потому что можете запутать. Работа крепательливая и требует много усилий. Но Луизу Юшкову этим не испугаешь. Вот столько она успела вышить всего за четыре занятия. После рукоделия время для спорта. С центром соцобслуживания Луиза Гордеевна познакомилась три года назад. Сваха сказала, что сюда ходит. Я пришла. Пришла и начала ходить. Мне понравилось. Тренер понравился. Он преподает в школе. Женщина занимается 10 лет уже. Вопрос, как провести свободное время, перед активной пенсионеркой не стоит. Танце в 80 лет? Легко. Луиза Юшкова рассказывает, с детства была очень активной и спортивной. В три года научилась хорошо плавать. В школе занималась танцами. И профессию выбрала себе под стать. Токарь. После выхода на пенсию занялась скандинавской ходьбой. Тренировки каждый день. Пенсионерка поделилась своим секретом крепкого здоровья. Можно излечиться лекарствами. Но никакое лекарство не заменит движение. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. Это были все новости на сегодня. Далее вас ждет интересная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Встречаем весну ярко. Плащи, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей. Широкий размерный ряд. На ярмарке «Ермак» обновился ассортимент верхней одежды. Более пяти тысяч наименований курток, ветровок, пальто и плащей. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Здесь такое количество стильной одежды, что выбрать что-то одно очень сложно. В магазине первый раз, поэтому мне все интересно посмотреть. Я смотрю, выбор большой и цветовая гамма такая интересная. Вот сейчас пойдем посмотрим и может быть что-нибудь выберем. Мы хотим на весну что-то, чтобы светлое было, весеннее, радостное. Вот поэтому пришли сюда. Самые актуальные цвета. Горчичный, винный, бирюза, оливковый. Стильные короткие куртки для активного отдыха, удлиненные для дам всех возрастов. Сюда приехали, увидели, что весенний ассортимент. Куртки хорошие. Вот и выбрала я себе хорошую куртку подходящую. Расположение магазина мне устраивает. Удобно. С остановки недалеко тут, рядом. Понравилось. Не забыли и про мужчин. Коллекция мужской одежды занимает здесь добрую половину магазина. Продавцы-консультанты всегда готовы помочь в выборе. Предложат модели на любой вкус и по самым демократичным ценам. У нас цены идут оптовые от производителей от 2000 рублей. Наш магазин работает ежедневно без выходных с 10 до 20.00, по воскресеньям до 18.00. Ярмарка «Ермак» расположена в Чубаксарах по адресу Максима Горького, 49. Приходите, выберите понравившийся вариант и будьте в тренде весной 2019 года.